В Барнауле открылась Кота-кафе. Формат заведения необычный, а цель найти бездомным животным хозяев. В Кота-кафе всегда будут жить питомцы барнаульского приюта Ласка. У нас в гостях руководитель приюта Софья Куликова. Соня, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, что представляет из себя Кота-кафе? Ну да, такая практика уже давно пришла, скажем, в Россию и за рубежа. Прежде всего в Японии открыли первые Кота-кафе. И затем некоторые города, ну прежде всего столичные опять же, тоже переняли эту практику и начали у себя открывать Кота-кафе. Кота-кафе это по сути, ну по принципу тайм-кафе или анти-кафе, где приходят люди не покушать, не пообедать, не поужинать, а приходят провести какое-то время с пользой и, соответственно, в данном случае с кошечками. У нас ближайшие Кота-кафе открыты в Новосибирске, там есть два таких заведения. И вот долго витала такая идея в воздухе, что вот надо бы и в Барнауле нечто подобное сделать, потому что это, естественно, формат такой удобный, приятный, особенно людям, которые любят, не знаю, там тепло, урлыканье и так далее. То есть можно в это заведение приходить с ноутбуком, да, там есть Wi-Fi поработать, там можно прийти с ребятишками, там какие-то игры настольные поиграть, там приставки и так далее. Ну то есть провести свой досуг так вот с пользой, скажем так, и для себя и для животных. А для нас, для приюта это было особо значимо, потому что, конечно, наши животные длительный период находятся в клетках и к ним приходят, ну, небольшое количество людей, скажем так, потому что все равно приюты отдаленно находятся, да, и то есть надо найти на это время, как-то выделить. И поэтому, к сожалению, не так много приезжают волонтеров пообщаться. И вот зимой мы открыли котокомнату, да, на базе приюта. Это уже дало возможность животным находиться не в клетке, а уже как бы в более таком свободном помещении, в комнате гуляют. И, конечно, посетители есть, и животным очень радостно там находиться. Они там чуть ли у нас не в очередь выстраиваются. Если забрались в котокомнат, кто поедет туда следующие из клетки. Вот. И, конечно, вот такую идею, когда к нам пришла Ольга с такой идеей, что вот воплотить в жизнь, наконец, вот эту идею котокафе, мы очень были рады, потому что, ну, как бы определенное количество животных, естественно, переехало сейчас туда, там уже первые новоселы уже обитают. Вот. И мы надеемся, что, во-первых, им там будет намного комфортнее, удобнее и, ну, как бы, не знаю, приятнее там находиться, да, нежели чем в клеточке сидеть. А во-вторых, это будет способствовать переустройству, потому что люди будут приходить, и, конечно, там такие милейшие коты есть, которых невозможно не влюбиться. И я уверена, что одно дело, когда просто люди, ну, долго одумывают, осмысливают, вот взять, не взять, там что-то дети уговорят. Вот и так далее. А другое дело, когда они приходят, реально влюбляются, да, и они понимают, что вот без этой урлячей морды я уже не проживу. И поэтому, вероятно, они походят, найдут какой-то общий контакт, подберут себе по характеру, да, по темпераменту подходящее животное, и, соответственно, будут их забирать. И, конечно, чем больше будут забирать, у нас есть новые кандидаты населять это котокафе, тем, соответственно, большим животным мы в целом сможем помочь. А одновременно сколько кошечек в одном месте находится? Ну, в настоящий момент у нас там только семь заехало постояльцев, но вот на этой неделе, да, то есть планировалось, что там будет где-то 12, ну, максимум 15 животных. То есть на этой неделе там еще на подселение приедут товарищи. А за чистотой, за здоровьем животных кто будет следить? Конечно, ветеринар наш будет следить, то есть у нас все животные, прежде чем туда поехать, они все сдали все анализы, да, прошли все обследования, у них у каждого есть ветеринарный паспорт, и там, не знаю, им подстрыгли коготочки и так далее, то есть всю такую санитарную, ветеринарную обработку сделаны. Вот. Следить за чистотой там, за порядком и за состоянием животных, естественно, будет работник кота-кафе, да, дежурный который, вот, но если вдруг у него какой-то будет тревожный сигнал, да, это сразу животное будет забираться на карантин, то есть уже к нам назад в приют, и будем обследовать, если вдруг что-то там, ну, работник обратит внимание, что что-то не так. Кота-кафе уже работает? Да, уже работает, вчера было открыто. Первые посетители были, какие у них эмоции? Да, первые посетители были, эмоции, конечно, очень удивительные, мы очень рады, что даже вот на открытие пришло очень большое количество народа, то есть кота-кафе, конечно, оно маленькое, но вмещаемости, ну, 20 человек, 25, да, вот, единовременно. И вот на открытие пришло даже больше народу, вот, мы очень рады всем гостям, и, конечно, хотелось бы, чтобы люди чаще ходили и уделяли внимание котикам. Они ждут посетителей, там, конечно, разные по темпераменту, мы специально подбирали разных товарищей для того, чтобы люди могли себе подобрать. Есть игривые, которые сразу там, они как это, стоят на страже, там, кто что, где пришел, там, где, ага, кто кого, сразу следовать, залезть там куда-нибудь, а есть более такие флегматичные, спокойные, вот он лежит такой, кот-бегемот, и лицезреет все, типа, ага, а что тут кто пришел, так, зачем? Давайте скажите, где можно с этими вот бегемотами и игривыми котами познакомиться? Где расположено кафе? Кот-кафе открыто в центре на Красноармейском, проспект Красноармейский, 75 с буковкой «Б», вот, там, вход с торца здания, витрины можно найти, да, в витринах уже бегают живые котики, то есть прозрачные стекла, и это видно. Ну, давайте немного поговорим о тех животных, которые вынуждены пока остаются в приюте. Скоро зима, все ли готово для холодного времени года? Еды достаточно, там, дров, угля, я знаю, вы топитесь до сих пор? Да, к сожалению, у нас нет какого-то отопления такого централизованного, да, поэтому мы топим две печки, вот, буквально вчера мы закупили первую партию угля, спасибо людям, кто помог нам это оплатить, вот, и в настоящий момент у нас встал очень острый вопрос питания животных, именно мясная продукция, в связи с внедрением нового законодательства, многие мясоперерабатывающие предприятия теперь вынуждены утилизировать, ну, как бы все, что, по сути, они могли бы нам раньше отдать, да. То есть косточки, по сути, я видела же вас. Ну, кости, обрезь там и так далее, да, и, к сожалению, мы таким образом определенное количество наших спонсоров постоянных потеряли, ну, то есть, как бы, не по их вине, но так получилось, вот, не по их желанию. Но нам надо кормить животных, у нас, к сожалению, опять увеличилось количество, в настоящий момент у нас более 600 уже собак и более 100 кошек, вот, и, конечно, хотелось бы обратиться к жителям города, может быть, и к каким-то мясоперерабатывающим предприятиям или, ну, мясореализующим предприятиям, да, а может быть, все-таки у них есть что-то на остатках, что вполне подходило бы для того, чтобы варить мясную кашу животным, да, и вот они могли бы этим как-то поделиться, представить, предоставить это в приют. Ну, будем надеяться, вас услышали. Еще мне известно, что Ласка выиграла грант, в рамках которого пожилым людям, которые держат у себя дома много животных, не уточняется, кошек или собак, конечно, кошек, да, им будут предлагать бесплатную стерилизацию. Для чего, почему? Действительно, много ли таких желающих в Барнауле? Да, дело в том, что в Ласку, естественно, регулярно обращаются люди, люди с разными просьбами, части звонков связаны с бездомными животными, типа вот тут там замерзает собачечка-кошечка, но есть определенное довольно большое количество звонков от пожилых людей, чаще всего это одинокие люди, и они, конечно, ну, там чуть ли не плачут в трубку, чаще всего это бабушки, женщины, вот, ну, как бы, которые волею судеб так получилось, что у себя в квартире завели, ну, чрезмерное количество кошек. Как это чаще всего происходит, да, вот пожалела одного, второго, третьего, взяла, да, а они там уже между собой любовь-морковь, и уже у нее стало не 3, а 33, и, конечно, бабушка уже не в состоянии за ними ухаживать. Доходит вплоть до скандалов с соседями, да, потому что там может быть и запах, и все на свете. И, конечно, когда мы начинаем говорить про вопрос стерилизации, бабушка, естественно, вполне, ну, как бы, рационально говорит, так у меня такая пенсия, что я себе не могу позволить, ну, как бы, довольно дорогостоящую такую процедуру. Вот, и как раз этим был инициирован данный проект, да, вот мы его продумали, прописали, как раз в рамках конкурса «Активное поколение» для пожилых людей, мы предоставили этот проект, и вот удачно выиграли данный конкурс. И в рамках проекта была предоставлена, там, около 150 тысяч рублей на проект, то есть на стерилизацию как раз животных у пенсионеров, у которых содержится в доме более трех кошечек. А, Соня, у нас 30 секунд до завершения эфира. Каким образом бабушки могут к вам обращаться? По телефону или... Да, бабушки, либо их соседи, если видят такую проблему, могут звонить по телефону диспетчерской нашей службы, 57-35-57, описать ситуацию, и наши волонтеры свяжутся и стерилизуют кошечек для того, чтобы сократить эту популяцию. Спасибо большое, что нашла время, пришла к нам в студию. Вам спасибо, что позвали. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Софья Куликова, руководитель приюта для бездомных животных «Ласка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова